В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Это программа «Город. Новости по-выборгски». В студии Галина Давыдова. Здравствуйте. Вначале коротко о некоторых темах выпуска. Плюс на минус равно рыхлый лед. Гимс предупреждает. Температурные качели и порывистый ветер опасны для любителей рыбалки. Деловые и спортивные. На Всероссийском фестивале наша команда оказалась лучшей. Ее величество женщина. В последний рабочий день недели поздравления звучат в адрес прекрасной половины человечества. От бизнес-плана до воплощения. Выборжанка развивает новый для нашего города вид спорта акробатику на пилоне. Идеальная женщина по-выборгски. Существует ли она? Выборжанки в преддверии Международного женского дня начали получать поздравления. К тем, кто в силу возраста или состояния здоровья не может посетить праздничные мероприятия, мужчины пожаловали в гости. Активисты молодой гвардии и выборского отделения партии «Единая Россия» вручили подарки подопечным Совета ветеранов и общества инвалидов. Подробности у наших корреспондентов. Прекрасных выборжанок в канун 8 марта поздравляли по доброй традиции активисты выборского отделения партии «Единая Россия». Молодогвардейцы, представители администрации и депутатского корпуса. Этому предшествовали приятные хлопоты. Мужской актив лично собирал сладкие подарки для милых дам с заботой и любовью. Хочется в этот день солнечно-весенний их порадовать, поздравить, чтобы у них немножко поднялось строение, появилась улыбка. Хотелось бы, конечно же, всех женщин поздравить с наступающим весенним праздником 8 марта, пожелать всем крепкого здоровья. Дай Бог, чтобы мирное небо было над головой. Всех-всех с праздником, всем хорошего настроения. Весеннего настроения и улыбок мужчины желали активисткам общества инвалидов. Несмотря на ограничения по здоровью, они не теряют оптимизма и бодрости духа. Мы не совсем еще плохие. Хочется чем-то быть полезным в обществе. Но как-то не получается. Молодежи очень много на колясках. И, конечно, им хочется быть чем-то заниматься. В общественном объединении фавориты Выборг рассмотрят возможность для колясочников заниматься спортом. К единороссам в этот день присоединились активисты детского объединения класс 47. Вместе со старшими наставниками юноши поздравили дам почтенного возраста. Наши дети, волонтеры из школьного детского объединения класс 47, часто навещают пенсионеров, помогают им с какими-то простыми просьбами. Навещаем их на праздники, поддерживаем. Многие из них уже одиночки, им не хватает внимания. Заботимся о наших стареньких и любимых пенсионерах. Дорогие женщины, пусть уходящая зима унесет все тревоги и печали, а весна принесет вам хорошие сюрпризы, солнечное настроение, новые возможности и приятные эмоции. Знайте, что мы вас очень любим и без вас не справимся. С праздником, с 8 марта. Большинство женщин любят внимание, и не важно, сколько им лет. Мужчины желали представительницам прекрасного пола, весеннего настроения, крепкого здоровья и мирного неба. Чем старше человек становится, тем больше внимания ему нужно. Соответственно, в этот день мы должны поддерживать и поздравлять наших прекрасных дам, потому что в любом возрасте они остаются девушками красивыми и хорошими. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех женщин, девушек, жительниц нашего Выборга и Выборгского района за тем прекрасным, замечательным днем. Мужчины пожелали милым дамам счастья, чтобы их всегда окружали внимание, любовь и забота близких. В ответ получили светлые улыбки и заряд положительных эмоций. Вероника Когут, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Сезон ловли корюшки собирает на льду тысячи любителей рыбалки. Об этом на совещании с главами администрации городских и сельских поселений района рассказал руководитель местного отделения ГИМС Сергей Нечаин. По его словам, статистика неутешительная. Об этом говорят зафиксированные случаи гибели рыбаков. Особенно опасно становится сейчас, когда ночная минусовая температура резко сменяется устойчивым плюсом днем, что сильно меняет структуру льда. Лед начинает потихоньку разваливаться. Солнечные лучи его пробивают. Он становится точечный. И в результате он не будет тоньше. Тоньше он не будет. Он просто будет разваливаться. Он будет просто слабый. Это не тот лед, который встает в самые морозы. Он крепкий, даже если он тонкий. Здесь лед толстый. В любом варианте люди будут проваливаться. Ночной минус. Он не говорит о том, что лед вырастет. Нет. Относительно крепкий лед остается на озерах. Но и он небезопасен. Что же касается рек Ифинского залива, здесь течение размывает ледовое покрытие, делая его тонким. Кроме того, в ветреную погоду существует опасность отрыва льдей. Ну, сейчас основные рыбаки, конечно, пошли ловить. Начиная от Приморска и заканчивая там Сестерей, Зеленогорск. Там ловят корюшку. Очень много людей на льду. По тысячи, по полторы, по две тысячи человек. Хоть и лед там стоит нормальный, но дело в том, что все будет зависеть от того, какой будет ветер. Этот лед может оторвать, и потом, опять же, спасателям найдется работа. Они будут, этих людей, с этих льдин, которые будут уходить в море, они будут их доставать. Глава района и администрации Валерий Савинов подчеркнул необходимость патрулирования водоемов, а также широкого информирования жителей об опасности, в том числе посредством предупреждающих объявлений на информационных счетах. Еще одной темой повестки дня стало обращение с отходами и ужесточение ответственности за нарушения. Представитель областного комитета Госэконадзора рассказал об опыте нашего и других регионов в вопросе привлечения к ответственности за выброс мусора за пределами контейнерной площадки или же прямо из автомобиля, благодаря видеозаписям. На видеорегистратор, ну, из машины сняли, как едущие впереди машины выкинули бутылку пластиковую на улице. Сформировали видео, отправленное в ГИБДД, ГИБДД, прошу, прошу, не ГИБДД, а в аналогичный нашему комитету орган, который рассматривает эти дела и выносит постановления. И в Москве собственник транспортного средства, даже видя о том, что с заднего сидения была выброшена бутылка, был привлечен. Суд признал правомерным и собственник транспортного средства заплатил штраф. Так, в прошлом году на территории региона вынесено 188 постановлений по делам об административном правонарушении на сумму почти 4 миллиона рублей. Женщина-предприниматель. Насколько сложно представительницам слабого пола создавать свой бизнес? Наш корреспондент Полина Сорокина познакомилась с Ольгой Горностаевой, хозяйкой двух студий – акробатика на пилоне и балет. О том, какой путь прошла Ольга, расскажем прямо сейчас. Любимым делом Ольга Горностаева занимается около 10 лет. Официальным видом спорта акробатику на пилоне признали в 2021 году. А вот помещения, где можно тренироваться, в Выборге не было. Вместе с тем, интерес к такого рода занятиям существовал всегда. Поэтому девушка и решила открыть свою студию, чтобы передавать свой опыт юным спортсменам. Год назад Ольга прошла обучение в Центре поддержки предпринимательства. Там ей рассказали о том, что она может претендовать на получение субсидии. После чего я написала бизнес-план. И на комиссии в администрации города Выборга его признали интересным и перспективным. Я выполнила все необходимые условия и получила субсидию. Размер субсидии составил около 700 тысяч рублей. Ольга закупила нужное оборудование для зала. Работая с детьми, она могла претендовать на статус социального и индивидуального предпринимателя. И буквально несколько дней назад девушка его получила. Теперь может рассчитывать на грант. Предпринимательница планирует потратить средства на развитие зала для пилонного спорта. А также на студию балета, которую Ольга открыла в соседнем помещении. С помощью гранта девушка получит возможность закупить дополнительное оборудование для занятий. Моя большая благодарность руководителю Центра поддержки предпринимательства Виталии Сергеевны, всем сотрудникам этого учреждения. И отдельное спасибо Оксане Евгеньевне и Инне Викторовне за поддержку и полученные знания. Кстати, сейчас в студии Ольги Горностаевой тренируется сборная Ленинградской области. Не так давно спортсменки вернулись с областных соревнований, где заняли призовые места. А в мае девушки планируют ехать на чемпионат России. Полина Сорокина, Александр Сорокин, Артем Николаев, медиагруппа «Наш город». Еще совсем недавно в некоторых профессиях непривычно было видеть представительниц прекрасного пола. А сегодня женщины уверенно чувствуют себя в роли крановщиц и дальнобойщиц, спасателей и автомехаников. Ломают стереотипы и в оборжанке. Так, к примеру, три из них работают водителями пассажирских автобусов. Сюжет Вероники Когут. Женщины могут практически все, в том числе виртуозно управлять пассажирскими автобусами. И это доказывают в оборжанке. На городских и районных маршрутах работают уже три представительницы прекрасного пола. К примеру, у Марины Ждановой, о которой мы рассказывали 8 марта в прошлом году, последовала Дина Кауфман. Избитая такая фраза, да, я всегда мечтала. То есть я всегда мечтала рулить и не только автобусом, я хотела рулить и метрополитене. То есть, ну, везде. Вот, ну, получилось так, что вот пришла сюда. Как пришла? Увидела Марину по телевизору в прошлом году. Я думаю, а почему бы и нет? Почему я? Я тоже могу, я тоже умею. Наша героиня сменила много профессий. К примеру, в торговле прошла путь от кассира до директора магазина. Но потеряла интерес, поняв, что стремиться больше некуда. Продолжила искать себя. И вот она, работа по сердцу. Пассажиры, они всегда доброжелательны очень. Они всегда рады. Вообще, ну, видят, когда девушку за рулем, они, ой, некоторые даже придумывают себе такие, знаете, не как они, приметы, что ли. Ой, девушка за рулем, значит, день сегодня будет хороший. Или там девушка за рулем, там, улов у нас сегодня будет. Сугубо мужской ранее коллектив пополнила и любовь Казаринова и уже стала полноправной его частью. Отметку категория «Д» в водительских правах получила 11 лет назад. Но тогда в силу обстоятельств так и не решилась исполнить свою мечту. Наконец, желание осуществилось. Как любой человек, я себя искал, да. Вообще, я по образованию секретарь. Вот. Но у меня есть и бухгалтерские курсы оконченные. Потом я решила, что я хочу быть поваром. Я стала поваром. Вот. Потом я решила, что мне надо быть кондитером. Я вошла в кондитерскую, как бы, деятельность. В 2019 году я, говорю, получила лучший кондитер в Ленинградской области. Вот. А потом как-то, ну, вот, я все-таки решила, что у меня есть категория, и мне надо ее тоже попробовать. Если у меня со всем остальным получилось, как бы, почему у меня не получится на автобусе? Женщины-водители чувствуют повышенную ответственность. Признаются, стараются возить пассажиров, словно хрустальные вазы. Кстати, все они многодетные мамы. Сказала детям, я говорю, дети, ваша мама идет на водитель автобуса. Она сказала, мама, иди, мы только за. Мы всегда с тобой, и мы, как всегда говорим, мы все вместе всей семьей. Поэтому меня они поддержали. Я сказала, спасибо вам огромное, мне очень приятно. Я говорю, все, что я делаю, все делаю ради детей, чтобы они тоже знали, что в этой жизни можно все, что угодно. При желании можно все, что угодно. Даже в космос полететь, если захочется. Руководство предприятия сотрудницами довольна. Готово принимать на работу и других девушек. Для этого действует программа обучения в автошколе по договору с компанией. Работа водителя городского автобуса – это самая тяжелая и самая ответственная работа. Не все мужчины могут с ней справиться. А мы видим, что данные девушки справляются. Более того, справляются на отлично на данном этапе. Хотелось бы не перехвалить, но тем не менее это так. Хочу от всего сердца, от себя лично, а также от руководства компании поздравить всех наших девушек-сотрудниц, а также девушек-водителей с Международным женским днем, самым ярким, светлым. 8 марта пожелать им надежных мужчин, опор в виде мужчин, чтобы мужчины всегда их радовали, дарили им свою любовь, улыбки, цветы и оказывали всестороннюю помощь. Вот такие они, выборские женщины. Ломают стереотипы и профессионально работают на любом поприще. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Наши землячки – самые деловые и спортивные. Команда «Выборжанка» стала победителем Всероссийского культурно-спортивного фестиваля «Деловая женщина». Он проходил в подмосковном Огниково. Участницы состязались в дарте, волейболе, комбинированной эстафете, лыжных гонках, настольном теннисе и плавании. В «Выборг» они привезли медали и кубки. С победы их поздравил глава районной администрации Валерий Савинов. Мы гордимся вами. Вы молодцы. Спасибо и поздравляю. В этом году соревнования проходили в 29-й раз. В них приняли участие 9 команд из 8 городов России. Сегодня «Выборжанки» – представительницы разных профессий и возрастов. Всех их объединяет любовь к физкультуре и спорту. Есть среди участниц и члены одной семьи. Любовь и Валентина Ламанин показали отличные результаты. Я в этом году завоевала первое место в соревнованиях по дарцу. У меня уже были награды по дарцу. В наших соревнованиях, в соревнованиях «Леди совершенства» я выигрывала первые места. Обычно дарц – это всегда такое больше случайное попадание. Но я всегда стараюсь настроиться точно и четко бросать. Поэтому в этом году у меня самый лучший результат из всех участниц. И поэтому я завоевала кубок первый раз. Обычно были до этого медали. Как отметила председатель Федерации женского спорта в Выборгском районе Марина Петрова, команды соперников все чаще набирают в свои ряды профессиональных спортсменов. Но, несмотря на это, Выборжанка неизменно остается в лидерах. Мы ездим всегда одним составом, практически одними и теми же девочками. И всегда нацелены только на победу. Ждем сентябрьского турнира, тоже, который у нас всегда происходит в Анапе. Называется «Идеал, грация, красота». Тоже надеюсь на победу. Всех поздравляю. Впрочем, до сентябрьского турнира в Анапе наша команда выступит на областном фестивале «Леди совершенства», который пройдет в Выборге с 19 по 21 апреля. Ум или красота? Блондинка или брюнетка? Утонченная или спортивная? Как выглядит идеальная женщина в глазах окружающих? Ответы на эти вопросы в следующем репортаже. Идеальная женщина по-выборски. Перед главным женским праздником мы решили порассуждать о том, какая же она идеальная женщина – блондинка или брюнетка, а может быть у нее должны быть длинные рыжие локоны. В каждой эпохе был свой стандарт красоты и идеала. Попробуем разобраться в современном образе. Для ребенка идеал – это, конечно, его мама. Сейчас мы находимся на выставке работ воспитанников детской школы искусств. Вот их версия идеальной женщины. У каждого свой особенный образ. Как известно, устами младенца глаголит истина. Поэтому мы пришли в гости в детский сад номер 3. Правда, мы не хотим услышать от малышей какие-то слова. Наша цель – взглянуть на то, как они видят своих мам. А какой идеальную женщину видят мужчины? Русалочка. Но только если она будет не блондинка, а брюнетка. Женщина должна быть, мне кажется, хозяйственная в какой-то степени. Оправдывать, не оправдывать, а принимать все качества мужчины, который рядом с ней. Ну и просто должна всегда радовать мужчину. Если внешность, то это ближе к античным статуям. А по качествам – утонченность, грация, ум. Ну и манеры. Женщина украшает манеры. Человеческая жизнь, она должна балансировать между двумя максимумами. Это совершенство нет предела и лучшее враг хорошее. В эти максимумы можно вложить абсолютно все, что угодно. В том числе и женский образ. На мой взгляд, идеальный женский образ передается в картинах Серебряковой. Нежная, ласковая, иногда немножко дерзкая. Кто-то любит Джоконду, кто-то, ну, соответственно, другие образы. А для меня, наверное, это моя супруга, которую я уже 31 год как люблю. Но и этого нам было мало. Мы решили узнать, как идеальную женщину Выборга видит нейросеть. И вот, что у нее получилось. Разумеется, она стоит на фоне красивого замка. А эта девушка, видимо, ждет гостей в местной таверне. Есть и такой образ – сильный и независимый. Что ж, сформировать какой-то определенный идеал у нас так и не получилось. Но ясно одно – все женщины очень разные, но всегда прекрасные. Галина Давыдова, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Что стоит дарить на 8 марта? Такой вопрос мы задали нашим подписчикам в канун женского праздника в нашей группе во ВКонтакте. На первом месте оказались тюльпаны. За них проголосовало 48%. Вторую строчку занял креативный подарок. Третий вариант – деньги. Выбрали почти 10%. Так что, мужчины, теперь вы знаете, чего хочет женщина. И, конечно, каждая ждет теплых слов и признаний в любви. Ведь милые и прекрасные, как известно, любят ушами. Милые дамы, счастлив, предоставившись мне возможностью поздравить вас с Международным женским днем. Я вам хочу напомнить, что Господь нас так любит, что исполняет все наши желания. Другое дело, что Он не всегда может разобраться, что именно мы хотим. Поэтому я всем желаю понять, чего вы хотите, и, несомненно, это исполнится. И я хочу признаться вам в любви. Я вас люблю. Желаю вам большого здоровья, большой любви, счастья в семейной жизни. 8 марта поздравляю всех женщин с праздником. Хочу пожелать всем здоровья, всем женщинам, их близким. Ну и чтобы все было хорошо, чтобы поменьше было проблем и побольше мирного неба над головой. Женщинам я хочу сказать, ну, все хорошее, что у меня есть в душе, я вот посвящаю нашим женщинам. Поэтому я вот не лукавля вам скажу, что лучшее, что есть на свете, это женщины. Потому что мы порой их, ну, не то что недооцениваем, но все держится на них. Это фундамент. Хотелось бы поздравить всех женщин с наступающим 8 марта. Пожелать остаться такими же красивыми, умными, яркими, добрыми и всегда помнить только о хорошем и заботиться о близких людях. Дорогие женщины, я поздравляю вас с ярким, хорошим весенним, солнечным праздником. Пусть у вас всегда будет яркое, хорошее настроение, такое, как сегодня погода. Сегодня, вот, я не знаю, видно в камере или нет, ярко светит солнце. Пусть у вас будет много-много счастья в жизни. Однозначно и обязательно здоровья ко всему этому. С 8 марта вас, дорогие женщины. Поздравляю свою супругу с 8 марта, также внучку, дочек всех, дорогие мои, с 8 марта. Поздравляем всех женщин с наступающего 8 марта. Желаем им всегда оставаться добрыми, красивыми, ласковыми, ну, и дарить добро всем и излучать его. В Выборге пройдет международный передвижной кинофестиваль «Кино на службе Отечеству». В фокусе внимания – специальная военная операция и действия, разворачивающиеся на территории Донбасса, Запорожья и Херсонской области. Показы уже состоялись в 28 регионах страны. Организатором фестиваля в нашем городе выступает Выборгская епархия. Он был создан ровно год назад, годовщине специальной военной операции, неравнодушными людьми, творческими патриотами. Так как он передвижной, достаточно мобильный, они начинают кинопоказ в Москве. Вот сейчас он уже с 19 по 22 февраля в Москве прошел, а дальше едут по регионам. И для нас, Выборгской епархии, это огромная и большая честь принимать этот кинофестиваль на Выборгской земле. В разных городах России фестивальные события уже посетили свыше 100 тысяч человек. Более 20 миллионов зрителей посмотрели фильмы. Проведены сотни творческих встреч. Фильмы документальные, но сейчас, насколько мне известно, в программу кинофестиваля будут входить и в том числе игровые фильмы. Но пока это именно такая патриотичная кинодокументалистика. Что касается нашего города, это же город воинской славы. Это же ответственное звание, которое носит наш город-герой. И поэтому, естественно, очень важно, особенно сегодня, когда наши соседи решили вступить в НАТО, когда выбрали курс на эскалацию конфликта, здесь, на русском порубежье, обладеть этой исторической памятью и применять эту историческую память к сегодняшним реалиям. Открытый кинопоказ состоится 8 марта в 11 часов в кинотеатре Выборг-Палас. Зрители увидят фильм «Отважный», посвященный подвигу русского солдата на СВО. Гости фестиваля также встретятся с режиссером Олесей Шигиной. Легенды российского спорта проведут в Выборге мастер-классы. 9 и 10 марта в нашем городе пройдет фестиваль «Сильный лидер. Сильная страна». В нем примут участие три именитых спортсмена. Мастерством в области смешанных единоборств, бокса, дзюдо и самбо поделятся Андрей Семенов, Руслан Гасымов и Дмитрий Кудряшов. 9 марта в Выборгской гимназии они расскажут всем желающим о своем пути. Начало встречи в 15.00. Мастер-классы состоятся 10 марта в спорткомплексе на Приморской, 41. Начало в 12.30. Фестиваль проводится Центром спортивно-культурного развития и благоустройства наследия при поддержке районной администрации и Дома молодежи. Вход свободный. На этом все. Напомню, что следить за самыми интересными новостями города, района и Ленинградской области вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова